Поводом для такого заявления стал запрет на въезд в Латвию российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии. Они должны были участвовать в фестивале «Новая волна». В черный список музыкантов внесли в Министерство иностранных дел Латвии. Такое решение Ткачев прокомментировал в своем твиттере. Цитирую. «На мой взгляд, делать искусство жертвой политики, мягко говоря, странно. И поскольку организаторы конкурса, россияне, есть предложение, мы были бы рады принимать новую волну на Кубани. Тем более у нас есть для этого все условия, например, площадки постолимпийского Сочи». Конец цитаты. Фестиваль «Новая волна» уже более 10 лет проходит в Юрмале. Но, по мнению Александра Ткачева, Кубань ничем не уступает Балтийскому побережью Латвии. Для «Новой волны» отлично подошли бы площадки постолимпийского Сочи. Тем более в городе уже давно проходят различные культурные мероприятия. Много лет в Сочи проводят игры КВН, а российский кинотавр, который отметил 25-летний юбилей, служит примером проведения крупных фестивалей не только в крае, но и в стране. Подобные есть опыты и в других городах Кубани. В Анапе проводят киношок, а в новороссийский конкурс молодых исполнителей «Морской узел».